Умный автобус 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 Это нам помогает Яндекс. Система подсчета пассажиропотока. Это необходимо для того, чтобы выяснить, сколько необходимо транспортных средств на маршрут в какое время. Мы сейчас очень много общаемся с автобусными парками. У них реально на сайтах есть вакансия «человек, подсчитывающий пассажиропоток». То есть он сидит и получает 20 тысяч рублей зарплату и подсчитывает пассажиропоток по видео. Я думаю, что в 2016 году это не очень актуально. И, к сожалению, видимо, эти люди лишатся работы, потому что датчики пассажиропотока уже работают с хорошей точностью 98%. Видеонаблюдение. Сейчас все видео можно передавать онлайн. Остался только вопрос к оператору мобильной связи, чтобы прогонять такой трафик. Здесь мы видим 4 камеры. Это очень важно для парка в том числе, потому что их штрафуют за каждую грязь от каждой бабушки, которая споткнулась, упала. Это можно посмотреть, виноват в этом водитель или виноват пассажир, который не держался за поручню и так далее. «Контроль давления в шинах». На каждое колесо автобуса необходимо ставить специальный датчик, который контролирует давление. Это повышает безопасность. То есть, если давление падает, информация сообщается водителю и передается в центральное управление автобусное. Если что, они звонят водителю, и он подкачивает колеса, чтобы они не лопались и все были живы. Автоинформатор по GPS определяет, на какой остановке находится автобус, и автоматически объявляет ее и назначает следующее. И выводит это все на табло. По системе «Эроклонаса» я рассказывал, то есть, тревожная кнопка, вызов МЧС автоматический. Это очень все может спасти много жизней. Скоро уже будет в каждом транспортном средстве России. Медиацентр. На многие автобусы мы ставим, это в данном случае, по-моему, троллейбус даже, мы ставим медиацентры. То есть, здесь неограниченные возможности, помимо того, чтобы рассказывать пассажиров, куда и зачем они едут, все пассажиры с помощью смартфонов могут подключаться к этому устройству, играть в какие-то игры, чтобы развлечь себя во время путешествия. Это пример установки в Санкт-Петербурге. То есть, здесь мы видим контроль давления в шинах. Стоит водитель, видит свое давление в шинах автобуса. Тахограф для контроля труда, времени труда и отдыха, ну и прочие приятности. Опа. В общем, также эти системы интегрируются с общегородскими системами, такими как Ростцо, чтобы выводить все тревожные сообщения, которые по городу объявляются. Вот, наверное, все то, что сейчас происходит по-быстрому сообщил. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...